Чуть больше 60 лет назад американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. Его изобретателем и основателем записывающей корпорации был русский эмигрант Александр Понятов. Он родился 25 марта 1892 года в селе Русское Айша, неподалеку от Казани. После училища Александр поступил на физико-математический факультет Казанского императорского университета. И со дня рождения великого инженера прошло 125 лет. В честь этого события в императорском зале КФУ состоялась встреча памяти. Открыл вечер первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. Александр Матвеевич – это тот человек, которым мы должны гордиться, потому что с него началось действительно видеоэры. Сегодняшняя информационная технология без его открытия – это было бы ноль. Среди почетных гостей выступили доцент кафедры радиоэлектроники Института физики КФУ Юрий Гусев, почетный член правления Ассоциации музеев Татарстана Сэлла Писарева, директор высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. О своем выдающемся родственнике рассказал Николай Комиссаров, мучатый племянник-изобретателя. Всех, кто приходил к нему, всех русскоязычных он называл русскими, и всем давал рабочее место у себя в Америке, хотя у него 20 тысяч в компании его трудилось, и более 30 филиалов было. Он русский был по духу, и, например, у него, где бы в какой стране не находился офис, он сажал всегда две березки. Также гостям вечера показали фильм «Русский триумф на чужбине», рассказывающий о жизненных перепитиях Александра Матвеевича. По словам коллег, друзей и родственников, основатель Ампокс отличался целеустремленностью, фантастической работоспособностью, а также удивительной скромностью. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.